Самый полезный, мне кажется, это из зверобоя. Как говорят, зверобоя 99 болезней. Чаи и отвары, пожалуй, самое привычное применение трав. Правда, и здесь секретов немало. Какую траву так сушить, какую лучше ферментировать, какую каждый день пить можно, а какую изредка. А какая может сделать обычный продукт особенно вкусным? Фишка мятных пряников, туда добавляется мятный концентрат. И поэтому они вот такие вот красивые, вкусные, ароматные получаются. Такие же красивые и ароматные и венки из полевых цветов и трав. В таком уборе, что не девица, то красавица. Венок из полевых цветов – украшение, дошедшее до нас из глубины веков. С древности на Руси венки использовались для разных праздников и обрядов. Ну и, конечно, какой же праздник разнотравья без букетов. Из полевых цветов они и яркие, и нежные, и даже воздушные. Это букет, я его издалека везла, с подворья Большого Ивана. Это букет из цветов козебородника. Вот такой. Я его так сохраняла, так лелеяла и везла. Мастерица Екатерина Раздобарина пошла ещё дальше. Она из крапивных ниток шарфы делает, а из свежих трав – коврики. Пахучие лечебные травы, которые, если к мифам обратиться сакрально, несут в себе очищающее такое качество, то есть убирают негативную энергию и налаживают, гармонизируют пространство. Ну а пространство фестиваля, кроме трав, гармонизировали ещё и фольклорные коллективы. Да так, что у всех присутствующих, кажется, и настроение, и здоровье улучшилось. Все сделано очень красиво, с любовью. Для того, чтобы была возможность у людей отдохнуть здесь, почерпнуть русские традиции, большое спасибо. Елена Голотовская, Игорь Таценко. Такой день на мире Белогорья.